Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача форум на вашем общественном телевидении. Сегодня я, ее ведущая, Оксана Татульян. И у меня в гостях директор подростково-молодежного центра ОХТА Селезнева Мадина Камилевна. Здравствуйте, Мадина Камилевна! Здравствуйте! Ну и, соответственно, по традиции у меня первый вопрос. Что это за центр и чем вы занимаетесь? Подростково-молодежный центр ОХТА – это государственное бюджетное учреждение Красногвардейского района. Занимаемся мы реализацией молодежной политики в нашем районе. Наш центр объединяет 18 подростково-молодежных клубов, которые расположены по всему нашему району. Клубы разноплановые, есть многопрофильные, есть спортивные клубы. Ну, собственно, да, очень интересно. Вот расскажите теперь о понятии молодежная политика. Клубы – это нам уже известно из советского времени, что это клубы, кружки и так далее. А что такое молодежная все-таки политика? Чем она занимается? А что она настроена? Молодежная политика – это такая молодая, но все-таки отдельная социальная сфера, которая занимается проблемами молодых. И наши задачи… Вообще проблем-то у молодежи много, которые решает сама сфера государственной молодежной политики. Но наша функция и задача нашего центра – именно через досуговую деятельность воспитать, помочь молодежи где-то найти себя, где-то реализовать себя, где-то в чем-то самоутвердиться, да, где-то чему-то научиться. Собственно, ненавязчиво, непринудительно, да, но дать человеку определенное какое-то образование, может быть, дополнительные навыки. Ну, немножечко, наверное, как раз не образование, а именно помочь помимо… Вот есть образовательные учреждения, такие как учреждения дополнительного образования, есть образовательные учреждения, которые дают профессиональное образование. Если мы говорим сейчас о нашей категории подростков и молодежи, то это школы, это дворцы творчества детей и молодежи, это СУЗы, ВУЗы, а мы вот те учреждения, которые помогают организовать досуг. А досуг, конечно, это всегда добровольное и в основном бесплатное. Да, самое интересное, что это именно бесплатное, в основном бесплатное такое направление, о котором, к сожалению, пока еще может быть, вот не все хорошо знают. Хотя мы существуем, нам уже в этом году 20 лет нашему центру. Вот это новости для меня, я вам честно скажу. Да, 20 лет, ну вот и мы организуем досуг молодежи. А какой возраст у вас, я полагаю, молодежь, это подростки, детки там начиная от 12, наверное, до 12-14 лет, правильно? И до? Смотря какое направление, по-разному, если это спортивное направление, то у нас занимаются ребята и 25-27 лет, если это серьезное занятие, допустим, вокальным или инструментальным творчеством, это тоже взрослые до 30 лет. Вот, но в основном, это основная такая наша, наверное, категория, аудитория, которую вот мы сейчас охватываем в наших подростково-младежных клубах, это подростки с 14 до 20 лет. А как набирается эта аудитория? Как это приглашается? Может быть, какой-то конкурс проходит? Ведь не каждый может, мне кажется, попасть к педагогу по вокалу, либо, простите, к мастеру по айкидо. Правильно? Как-то набирают? Нет, ну почему не, конечно. И при том, что это бесплатное обучение. Конечно, набирают, да. До недавнего времени, конечно, наши клубы, так как это были клубы еще сформированы давно, это молодежная политика молодая, центру 20 лет, который объединил подростково-младежные клубы. Вообще, клубы по месту жительства, они же еще идут далеко из советского времени, тогда, когда они были к жилищным домоправлениям прикреплены, потом отдавали частично, где-то клубы отдавали в область культуры, где-то в область дополнительного образования. Молодежная политика стояла вот в последнее время. Вот, и поэтому в клубах, конечно, долгое время преобладала, ну, так скажем, малышня. В основном детки, да? В основном детки, да. Родителям которых проще ближе привезти в клуб из близлежащих. То есть те, кто рядом живут, да. Вот, но поменялось, наверное, направление, приоритеты, наверное. На сегодняшний день молодежная политика становится приоритетным направлением, особенно в нашем районе, и нам, наверное, в этом повезло, то, что большое внимание уделяется молодежной политике. Именно потому, что молодежная политика – это внимание именно к той категории, которая до определенного времени, может быть, была обделена этим вниманием. Это вот как раз подростки 14 и старше лет. Вот. Это как раз такой переходный, самый страшный возраст для детей, что называется. Да. Потому что… Нужно чем-то занять, нежели чтобы они где-то шатались по улицам. Согласна. Именно поэтому и сделаны были акценты именно для того, чтобы… Потому что для маленьких детей, для начальной школы хорошо… Уже много лет существует система дополнительного образования. Она хорошо отработана и разнопланово представлена для различной категории маленьких деток. А вот уже 14-летним в этих учреждениях, как правило… Нет, есть там предложения… Но это не система дополнительного образования. Это не система дополнительного образования. Мы не даем образование. Мы не образовательные учреждения, мы не даем образование. Мы через занятия каких-то… Возможно, танцами, возможно, вокалом, возможно, занятия в спортивных секциях. Мы формируем личность, мы воспитываем, точно так же, как и в любом другом учреждении, мы воспитываем патриотизм. Это очень интересно, патриотическое воспитание, существует ли оно у нас? Конечно, это же одно из направлений реализации молодежной политики, одно из главных, наверное, даже одно из основных направлений. У нас это очень хорошо реализуется, причем реализуется это не только в кружках и секциях, у нас созданы, вот в этом году мы создали музей боевой славы, у нас действует на территории района два поисковых отряда, Рейд и Малая Ухта. Простите меня, пожалуйста, темную бутылку, что такое поисковые отряды, расскажите мне. Поисковые отряды, это, так скажем, любительские объединения, которые объединяет уже как раз, наверное, молодежь уже более старшего возраста, которые, ну, вот грубо говоря, занимаются раскопками, исследованиями тем, что было... Класта военных лет, насколько я понимаю, правильно? Конечно, да. Вот, и поэтому вот недавно буквально происходило на Большоохтинском кладбище захоронение останков, которые вот буквально поисковые отряды, ребята, нашли, так скажем. Вот, а помимо этого, вот в преддверии празднования 70-летия, снятия блокады, у нас в каждом клубе планируется открыть, ну, как уголок боевой славы. Это ушло... это было раньше, в общем-то, это, да, в рамках патриотического воспитания, это было всегда и в школах, и в классах, и в клубах. Сейчас это во многом утрачено, очень зря, потому что вот наши встречи ребят, занимающихся, вот, допустим, таким направлением, военно-патриотическим, встречи со школьниками, с простыми ребятами в школах вызывают большой интерес. Вот, тогда, когда они примеряют форму, рассматривают вот найденные, там, останки, там, снарядов, смотрят оружие, какое было... Когда у детей есть возможность все это потрогать своими руками и увидеть. Когда это почувствуют, потрогать, и тогда возникает уже интерес к истории. И значимость этой истории. Значимость, да, и тогда люди, ребята начинают задавать вопросы, начинают читать книги, смотреть передачи нужного направления. Поэтому патриотическое воспитание у нас, ну, это одно из приоритетных направлений. Я вас поздравляю, поздравляю тех, кто занимается в центре охота, потому что это большая редкость, патриотическое воспитание. Оно было, ну, как говорится, с какими-то вот, с 90-ми годами оно, к сожалению, исчезло, умерло совсем. Сейчас возродилось. Спасибо вам. Такой у меня еще вопрос. Вот профилактика... Ой, профилактика... Да, профилактика правонарушений, как таковых, у вас существует? Ну, это уже одно из направлений, да, которое есть в нашем центре, которое реализует молодежная политика. Профилактика правонарушений социальных поведений подростков. Как вы уже сами, Оксана, заметили, что это самый такой возраст... Сложный, скажем, мягко. Сложный, опасный где-то, да. Когда ребята стоят на грани, допустим, принятия правильных и неправильных решений, да. Вот. И несмотря на то, что мы в целом занимаемся профилактикой, мы еще занимаемся... Большая работа у нас построена именно с ребятами, состоящими на учете в отделах по делам несовершеннолетних, да. У нас очень хорошо поставлена работа. Мы тесно сотрудничаем с комиссией по делам несовершеннолетних и с учреждениями профилактики. Вот на нашей территории работает центр «Контакт», который работает непосредственно с этой категорией подростков. Это работа психологов, да, насколько я понимаю? В основном социальных педагогов, психологов, да, специалистов по социальной работе. Вот. Вот в данном направлении у нас хорошая связь, дружба, сотворчество с центральной библиотечной системой района. Дружим мы, да, то есть мы, выполняя одну работу, наверное, то есть разными путями, мы выполняем одну и ту же функцию. Вот. И уже много лет дружим. Также сотрудничаем и с центром социальной помощи семье и детям. Вот. Ну, то есть у нас создана такая целая система в районе. Возможности есть у каждого к вам прийти. Конечно. У нас дверь открыта для всех. Вот. А воспитание меня волнует. Воспитание, как сказать, детей нет. Детей, наверное, уже неправильно. Подростков. Подростков, да. Со сложной судьбой и сложных семей. Это ведь одна из самых вот слов, вот как раз таки самых сложных стезей, вот куда мы влезли. И то, что меня очень сильно интересует. Возможно деток удержать? Подростков, то есть деток все, вот у меня детки, подростков удержать. Подростков? Ну... Сложно их удержать или нет? Ну, Оксана, вот если я с вами буду разговаривать как вот с еще молодым человеком, все-таки вы относитесь к молодому поколению, то, я думаю, вы со мной согласитесь. Всегда возможно удержать. Главное знать, чем и как. Главное заинтересовать. Вот. И, конечно, наша одна из основных задач именно сделать хорошее предложение для того, чтобы у подростка был спрос на наше предложение. Да, на семье вы не оставишь. Да, конечно. И вот в этом, наверное, конечно, может быть, если говорить о каких-то... Ну, я не хочу сказать, что это проблема, не хочу сказать, что это трудности, но один из вопросов, который, да, для нас сегодня актуален, это именно... А что предложить? Вот. Сложность, наверное, в чем? Потому что в том, что вот даже... Ну, вот мы, педагоги, получили педагогическое образование. Нас всех хорошо научили работать с детьми. Нас всех научили хорошо педагогики детства. Как находить подходы к детям, да, как их увлечь. Рассказали о возрастных особенностях вот данной категории. Ну, к сожалению, как работать уже с более взрослым... Не научили. Ну, пока еще только ищут способы, да, и формы. И мы точно так же ищем. Ищем... Искать это можно только в диалоге. Только тогда, когда общаешься с ребятами на одном языке, тогда, когда ты открыт для того, чтобы узнать, а что же интересует подростка сегодня. Вот. Потому что мы знаем, что сегодня молодежь достаточно продвинутая. В чем-то она более мобильная, чем мы. И нам, как педагогам... Вот как вы справляетесь с этой разницей? Мобильность? По-разному. По-разному. Вот я и говорю о том, что мы пытаемся услышать, узнать запросы. Вот на базе нашего учреждения мы провели социологическое исследование, где выявили интересы подростков. Да, что в первую очередь интересует их именно как проводить свой досуг. Вот. То есть стараемся именно вот в данном направлении открывать кружки. В первую очередь могу сказать, что молодежь сейчас интересует то, что можно активно, где-то свою активность проявить. Во-первых, физическую, а во-вторых, творческую активность. А я считала, что сейчас подростков интересует исключительно интернет и компьютер. Вот они... Дело в том, что раньше это было недоступно, и тогда искали где-то в учреждениях интернет и компьютер. Сегодня это достаточно доступная вещь, компьютер, интернет это дома. А вот для того, чтобы отвлечься от компьютера... Дать выход энергетики своей подростковой. Да. Уже хочется тогда в тренажерном зале позаниматься, хочется тогда потанцевать уже. Очень много у нас взрослых просто собираются там, танцуют. Вот. Есть ребята, которые приходят, играют на музыкальных инструментах. Вот. Есть, которые занимаются спортом, спортивные игры. Есть серьезные, которые занимаются, несмотря на то, что мы не учреждение спортивной направленности, да. И, в общем-то, наша деятельность рассчитана на массовый спорт. Вот. Но, несмотря на это, даже и в наших условиях все равно воспитываются чемпионы России. У нас есть... Правда. Да. У нас есть ребята, которые достойны, которые представляют нашу Санкт-Петербург на уровне России. Вот. То есть есть и такие успехи. И успехи это не только в спорте, точно так же и хореографический коллектив. У нас вот Ассоль достаточно именитый коллектив, не только в районе, не только в городе, но и в России. Вот. Есть у нас вокалисты, которые тоже на международном уровне привозят дипломы. Вот так вот. Вот так вот. И награды. Вот. Это несмотря на то, что мы не специализированные учреждения, да. Не учреждения культуры, не учреждения спорта. Вот. Но, наверное, спасает... Не то, что спасает, наверное, а этому способствует то, что есть у кого увлечься. Вот. Я считаю, что... Ну, я как руководитель не могу не гордиться тем, что какие люди у меня работают в коллективе. Вот. Это и действующие артисты, и композиторы, и музыканты. Это и действующие, и чемпионы России по спорту. Я сама к вам приду, Мадина Камильевна. Я сама к вам приду. Возьмите меня. Работать или заниматься? И заниматься, и если возьмете, работать. Хорошо. Хорошо. Вот. Поэтому, когда я говорю о том, что вот такие кадры работают, они своим примером, потому что они действующие артисты. Вот у нас работает и Лена Мальцева, это солистка фолк-шолк-ярборка, которая сейчас на всех радиостанциях всероссийского уровня звучит. Вот. И композитор, и аранжировщик Андрей Курбатов, который музыку пишет к театральным, к серьезным театральным постановкам. Вот. И Вадим Кудряшов, действующий музыкант, композитор. Павел Колесников, который тоже здесь был у вас недавно в студии. Вот. Это легендарная личность. Это солист группы «Август». Вот. Поэтому и спортсмены у нас замечательные. И Наталья Никуличева, которая воспитала чемпионку России по дзюдо, по саммо. Вот. И Антон Шаманин, который сам чемпион Европы по тэквондо. Подросткам есть чему тянуться. Конечно. Тогда, когда такие люди своим примером заряжают, подают интерес, то удержаться тоже нужно иметь большие способности. Да, да, да. Вот. Поэтому, конечно, нам повезло вот именно с кадрами. Это замечательно. А с чем тогда не повезло? Какие существуют проблемы? Проблемы? Проблемы существуют. Ну, наверное, тоже вторая сторона. Медали, да. Медали, да. Это тоже кадры. Вот. Как я уже сказала, то, что в работе с молодежью нигде не учат. Не учили. Пытаются сейчас. Дай бог получится работать с молодежью. Пока. Пока. Сложновато. Может быть. Ну, это определенные психологические навыки, тренинги должны проходить, потому что, насколько я знаю, в Америке именно с подростками работают исключительно первоначальное образование имеет, педагог имеет первоначальное образование психолога, потом уже непосредственно второе образование. Если это вокальное направление, то он вокалист. Но психолог-вокалист. Ну, возможно, возможно, да. Вот. Но есть и объяснение, наверное, этому, почему еще в нашу сферу не идут, допустим, в большом количестве специалисты, профессионалы. Пока еще, наверное, недостаточно внимания, может быть, на государственном уровне уделяется. Вот именно нашей сфере, именно на государственном уровне, потому что вот сейчас ждем, очень ждем, что и на нас внимание обратят, и так же, как педагогам образовательных учреждений повысят зарплату, где средний уровень зарплаты будет равен среднему уровню зарплаты по городу. Вот, то есть, неприглядность в финансовом вопросе, конечно, тоже многое говорит. Тогда, когда будет должное внимание, наверное, со стороны государства, может быть, статус учреждений нашего направления будет другой. И уже тогда будут весомые проблемы, конечно. Хотя, вот могу сказать, что если не брать большой государственный уровень, наверное, нашему району и нашему центру очень повезло. Повезло в том, что в наши последние два года, скажу, особенно, сама работаю три года в этом учреждении, молодежная политика с последнего места, да, где, внимание, обычная молодежная политика на последнем месте находится, то сейчас это приоритетное направление во всей социальной сфере. То есть, наравне с учреждениями образования и главой нашим, и заместителем главой поддерживается и ставится в приоритет. Нам повезло с тем, что у нас отдел, который курирует работу центра, это профессиональные люди, люди-профессионалы, которые стояли у истоков зарождения молодежной политики в Санкт-Петербурге. Поэтому я считаю, что нашему району, вот как раз вот с поддержкой на административном уровне, нам повезло. Очень повезло, очень повезло. Это замечательно, это замечательно. И вот у нас немножечко времени осталось, но я все-таки успею спросить, что такое добровольческая деятельность? Вот мы с вами разговаривали, добровольческая деятельность. Где-то называется это волонтерством, где-то называется добровольческая деятельность. Те же самые подростки, которые к вам приходят? Конечно, да, это те ребята, которые занимаются в клубе. Все равно потребность быть нужным есть у каждого. И мы эту потребность быть нужным поддерживаем в различных направлениях. То есть добровольчество у нас, это не только помощь, хотя, конечно, в основном это помощь нуждающимся. Это и помощь, мы работаем с домами престарелыми, даем концерты. Ребята выходят, помогают, читают книги престарелым. Это и детские дома, это и дома инвалидов. Это одно из направлений. Но также добровольчество у нас. Мы поддерживаем защиту животных. Вот, то есть работаем с приютами. Говорим о том, что, ну, то есть население, наши волонтеры, наши добровольцы, население призывают к тому, что нужно бережно относиться к домашним животным. И вообще к животным в целом, так скажем. В целом, да. Да, добровольчество также, это трудовое воспитание, да. То есть вот буквально на прошлой неделе у нас была добровольческая акция молодежь Красного Городейского района за чистый город. То есть мы, да, раньше это было субботники. Называлось субботники. Акция, суть не меняется, а интерес вот ребят поддерживается вот тем, что мы хотим. Уже приятно, скажу. Да, мы хотим, вот, и мы это делаем. Вот, и добровольческое направление, это еще то, что это, когда ребята сами помогают или хотят, или являются организаторами различных мероприятий. Хоть спортивные, хоть творческие. Творческие, да, какие-то. Да, то есть они являются сами инициаторами, организаторами, когда берутся и организуют. Ну, также я знаю, у вас есть творческие площадки, где вы бесплатно даете возможность как-то себя реализовать, да? Да. Подросткам. Ну, есть у нас вот такие, как театральные площадки, да, когда мы даем возможность любым любительским театрам, допустим, да, показывать свои спектакли, постановки для населения Красногвардейского района. Это бесплатно. И вот уже второй месяц мы буквально вот запустили этот проект на двух площадках в театральном центре «Нео» и в клубе «Современник». «Современник» — это такой домашний, наверное, камерный театр, но очень уютный и уже достаточно хорошо пользующийся популярностью. Поэтому приглашаем в «Современник» и в «Нео». Приглашаем вас в «Современник», дорогие друзья. Обязательно приходите. Не московский, а наш петербургский, что называется. Да. У нас подходит время к концу. Я вам благодарна, вы делаете очень хорошее дело. Я призываю вас, дорогие телезрители, ведите своих детей, приходите сами. У меня в гостях был директор подросткового молодежного центра «Охта» Селезнева Мадина Камильевна. Я вас благодарю, с вами прощаюсь, до свидания. И с вами прощаюсь, дорогие телезрители. На вашем общественном телевидении была передача «Форум» и я, ее ведущая, Оксанта Тульяна. Всего доброго. До свидания.